Верблюд Рамзес в этот раз выступает в роли зазывал и в самом центре площадки встречает посетителей. Большой, ухоженный и красивый. Привлекает внимание не только малышей. Старожил зоопарка. Здесь у каждого зверя своя история. Например, тигрица Майя ждет потомство. Может быть, на маленьких тигрят посмотрят и мазыряне. Будущий папа тигр Зевс фольяжно расхаживает по клетке. А это гордый зоопарка. Уссурийский тигр Раджа. Раджа избалован вниманием публики. Привык ловить восхищенные взгляды. Когда зоопарк приезжал в прошлый раз, Раджа был совсем маленький. Сейчас он настоящий мужчина. Причем с приличным животом. А это прикольный парень. Так его называют смотрители. Козел Бенин. Его соседи – мартышки, гомодрилы, макаки. Посмотреть есть на что. К сожалению, в таком составе может быть и в последний раз. Мы сотрудничаем с различными зоопарками по программе обмена животными. И такими яркими представителями у нас являются пара медведей, которая прибыла к нам из Жлобинского зоопарка. Также ботсман и дик. Пара дикообразов, которые приехали к нам из Витебска. В географии наших обменов также есть такие города, как Уфа, Липецк. В них тоже есть зоопарки. И мы с ними очень активно обмениваемся различными животными. Последние годы тенденция к строительству усиливается. К сожалению, для нашего зоопарка площади уменьшаются и уменьшаются. Поэтому в этом году было принято решение о разделении нашего зоопарка. И в таком виде, в каком мы находимся сейчас, мы, к сожалению, приезжаем в Мозырь в последний раз. Поэтому мы приглашаем жителей и гостей города получить, так сказать, последнюю возможность посмотреть нашу расширенную коллекцию животных. Вообще зоопарк Фламинго хорошо посещать в любое время. Животные интересны и утром, и днем, и вечером. Но наибольший интерес представляет, конечно же, кормление. Оно происходит у нас ежедневно в 19.00 в присутствии зрителей. Все животные тогда активны, всех хорошо можно рассмотреть. Кормление – один из самых интересных моментов. Ровно в 19.00 звери получают свою порцию. Хищники – мясо, травоядные, овощи и фрукты. Некоторые и то, и другое. Интересно, что кроме мяса косолапым дают кашу. Ее специально приправляют сгущенкой или медом. А в рационе обезьян есть даже овощной суп с макаронами. Эти звери уже привыкли к кочевому образу жизни. Перемены их нисколько не смущают. На новом месте они с интересом рассматривают очередных посетителей, которых даже в первый день работы оказалось немало. Нам понравилось. Мы первый раз в зоопарке с Ксенией нашей. Ей очень понравилось. Да, Ксения? Да. Что тебе больше всего понравилось? Лев. Лев, говорит. Для нашего города это очень хорошая возможность познакомить с таких маленьких деток, с животными, именно вживую показать их. И разнообразие для таких кроха – это очень хорошее. Не всегда получается с такими маленькими тоже детьми выехать куда-нибудь далеко, допустим, даже в тот же самый Минск, или Гродно был зоопарк, когда я еще была маленькая. Поэтому нам очень нравится. Будем сюда ходить почаще. Не один раз, наверное, раз пять сходим точно. Свою порцию ощущений и впечатлений могут получить и взрослые дети. В Мозыре зоопарк пробудет до 31 марта. Светлана Грудьком, Олег Фитстер, телеканал Мозырь.